Дорогие друзья, здравствуйте! Дорогие друзья, здравствуйте! Нет инфекционных заболеваний, которым бы не болели взрослые. Просто есть ряд заболеваний, которые, если человек в детстве переболевает, он больше никогда этим в жизни не заболеет. Например, это гепатит А. Гепатит — это группа заболеваний. Гепатит — это воспаление печени. ИТ — воспаление, геп, печень. Воспаление печени может быть вызвано различными факторами, не только инфекционными. Но инфекционный гепатит также неоднозначен. Мы привыкли говорить о гепатитах, подразумевая вирусные гепатиты, вирусами, которые поражают печень. Но печень поражается при очень многих других заболеваниях, при других бактериальных инфекциях, грибковых инфекциях. Но, конечно, мы в большей степени сейчас будем говорить о вирусных гепатитах. Они подразделяются на две большие группы. На энтеральные, то есть заражение происходит через рот, и парэнтеральные, то есть заражение происходит через кровь. То есть попадает возбудитель в кровь. Энтеральные гепатиты — их два. А и Е. Е у нас не встречается. Это тропические страны. А наш гепатит, энтеральный, это всегда был гепатит А. Что такое через рот? Это болезнь грязных рук, это кишечная инфекция. Поэтому в основном болели раньше у нас детки младшего возраста, у которых еще не сформированы гигиенические навыки. Они болеют в основном кишечными инфекциями. И раньше мы были в группе, есть такая классификация возовская, по степени эндемичности регионов. Наш регион относился к степени с высокой эндемичностью по гепатиту А. Это говорило о низкой социально-бытовых условиях, недостаточных. Широко распространенная возможность встретиться с вирусом, и дети очень рано с ней сталкивались, переполивали в детстве и больше никогда не болели. И когда они подходили к взрослому возрасту, они уже были, собственно, защищены. И поэтому в основном тогда болели дети. Ну вот такие цифры я приготовила. В 1998 году в республике дети до 14 лет болели гепатитом А. у нас было 2395 случаев за 1997 год. За 2021 год по всей республике у нас три случая гепатита А у детей до 14 лет. Вы подготовили графики, сейчас их можно показать? Да, можно показать график. Вот первый график показывает возрастную структуру гепатита А. Если там хорошо видно, то на современном этапе у нас больше болеют взрослые, чем дети. Это связано с тем, что у нас улучшаются санитарные бытовые условия жизни. И в детском возрасте не каждый сталкивается с вирусом гепатита А. Следовательно, он не защищен от этой инфекции. И когда он с течением жизни, понятно, теория вероятности, шансы увеличиваются как-то и столкнутся. И поэтому в основном сейчас, ну не в основном, а в большей степени болеют взрослые. У нас сейчас очень мало гепатита А. И надо сказать, в основном он привозной. У детей мало? Нет, у детей мало. И если те случаи, которые есть, они привозные в основном. Когда-то у нас было гепатитное отделение на 60 коек. Я начинала работать в этой больнице. Было огромное гепатитное отделение, всегда круглый год заполненное под завязку. Сейчас у нас давно уже нет гепатитного отделения. И дети, если появляются, им просто отдельную палату отводят, и всё. Во время пандемии наверняка тоже ситуация как-то изменилась. Потому что люди стали лучше относиться к тому, что нужно держать руки в чистоте. Чаще, в смысле, вспоминать об этом. И больше следили за своим здоровьем и за здоровьем детей. Всех нас напугал очень сильно коронавирус. Не знаю, стали ли они лучше относиться. Но их принуждали к социальному дистанцированию, ношению масок, ношению перчаток. И эти простые элементарные способы, абсолютно незатратные финансово, дали отличные результаты. У нас практически не было случаев респираторных вирусов. Просто очень маленькое количество было случаев респираторных инфекций и кишечных инфекций. В том числе гепатита. Оставили врачей без работы, без пациентов. Ну, нам всегда работы хватит. Кто-то считал, что это затратные средства, перчатки и маски. С учетом того, что нужно носить маски только два часа. Наоборот, очень много людей говорят, что мы поддержали хорошо фармацевтику. Почему эти методы не приживаются в обычной жизни, когда все спокойно, как вы думаете? Ведь нередкость, когда взрослые люди игнорируют мытье рук. Хотя, казалось бы, все знают об этом. Ну, это менталитет общества. Люди не привыкли к этому. То есть, когда они маленькие дети, им постоянно об этом родители напоминают, что надо мыть руки обязательно после туалета, перед едой. Это просто условный рефлекс вырабатывается, они это делают. И самый стойкий этот рефлекс у подростков. Потому что они им еще все время об этом напоминают. Но потом они взрослеют, они становятся взрослыми людьми. Им уже об этом никто не напоминает. И постепенно этот рефлекс угасает. Странно, что это не уходит в привычку. Вот одно из открытий, то, что подростки, оказывается, более следят за своей гигиеной, более чистоплотные, чем взрослые люди. Я сегодня удивлена, потому что я, наоборот, думала, что подростки, они как-то... Ну, слышишь там истории, когда заставляют ребенка пойти помыться. И это тщетно. То есть, он все равно... У него такой подростковый бунт, что он все равно будет ходить с немытой головой, с грязными ногтями, еще с накрашенными каким-нибудь там ужасным лаком. И будет так отстаивать свою территорию. Но это совсем другая история. Это совсем другая причина. Это уже психология. Но она не редкая, поэтому я удивилась, что вы так хорошо говорите о подростках. Но я не буду ни в коем случае спорить. Пусть я ошибусь. Слушателям и зрителям я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны 32 00 66 32 11 66, по которым вы можете присоединиться к эфиру и задать свои вопросы врачу-инфекционисту, врачу-педиатру, доктору медицинских наук, профессору медицинского института Северо-Восточного федерального университета Татьяне Дмитриевой. Ну, а мы продолжим. Насколько сегодня гепатит опасен для жителей нашего региона? Детский гепатит. Будем акцентировать, что мы говорим про детский гепатит. Ну, в зависимости от того, какой гепатит. Гепатит А у нас с детям, он у нас сейчас встречается редко. Причина, о которой я уже объяснила, по какой причине. Гепатит Б, острый гепатит Б, у нас практически его нет в связи с эффективной вакцинацией. С гепатитом С картина не такая радужная. Это уже взрослый гепатит же. Нет взрослых и детских болезней. А, нет, это тоже может быть ребенок. Все могут болеть всеми инфекциями. Но просто там своя ситуация с гепатитом С. Он очень малосимптомный, особенно в детском возрасте. Его очень трудно диагностировать. Сейчас, еще раз повторю, у нас нет гепатитного отделения. У нас единичные случаи гепатита. Вот в нашей больнице с 8 по 21 год, это фактически 13 лет, у нас всего 163 случая госпитализацию с гепатитом в детскую инфекционную больницу. Это очень мало. Это несравнимо с тем, что было когда-то. Но это не значит, что у нас нет гепатита. У нас есть хронические гепатиты у детей, и это большая проблема. А хронический гепатит, что это значит? Это значит, что ребенок является носителем этого заболевания, или взрослый человек носителем заболевания, и может передать это заболевание, несмотря на то, что он там, допустим, ну как-то пролечился от него. Или он безопасен? Нет, конечно, очень даже опасен. Энтеральные гепатиты, гепатит А и Е, они всегда заканчиваются выздоровлением. Это острые гепатиты, никогда не переходящие в хроническую форму. Парантеральные гепатиты, к ним относятся В, С, Дельта, Е, G, ТТВ, их там еще целая куча. Они могут протекать как острый гепатит, а потом переходить в хроническую форму. А может быть даже первично хроническая форма этого заболевания. И это, конечно, все очень серьезно, потому что хроническое воспаление печени не в конце концов приводит к циррозу и к раку печени. Заболевания это передается парантеральным механизмом, а пути очень разные. Они есть естественные и искусственные. К естественным путям у детей относятся, например, от матери к плоду внутриутробно, контактно-бытовой путь при кормлении грудью, при уходе за ребенком, в быту. Ну, контактно-бытовой это условно называется, правильнее называть гемоконтактный путь, потому что вирус содержится, вирус во всех жидкостях организма, не только в крови, но и в слюне, в моче, в слезах, в пот. И попадая на поврежденную кожу или слизистую, он может произойти заражение. При гепатите В это было очень актуально, потому что там доза заражения минимальная. При гепатите С такая возможность есть, но шансы гораздо меньше. Также к естественным путям заражения относятся у взрослых, например, половой путь. К искусственным путям заражения относится путь при медицинских манипуляциях, при переливании крови ее компонента в трансфузионный путь, и так называемый шприцевой. Почему он берется в кавычках? Потому что, чтобы отличать от медицинских манипуляций, речь идет о инъекционных наркоматах. А хронический гепатит, его как-то можно понять, что он у человека в хронической форме, то есть человек к нему уже привыкает, значит, или я как-то не так понимаю, и он уже может жить с этим, привыкнуть, что у него хроническая форма гепатита. Это очень большая проблема, потому что острый гепатит, его всегда видно. Это желтуха, и все знают, что желтуха – гепатит, и все обращаются к врачу, и все беспокоятся. А хронический гепатит, его особенность в том, что он протекает очень малосимптомно. И только постепенно, когда орган печень, а это печень с огромными регенературными возможностями, вот когда эти возможности исчерпаны, начинается функциональная недостаточность. То есть человек чувствует, что печень его не справляется, на это уходят годы. У детей априори нет такого стажа заболевания, чтобы он это почувствовал. Ну, за очень редким исключением агрессивного течения гепатита, крайне редко встречающийся, в основном у детей протекает совершенно бессимптомно. Ну вот моя тема – это хронический гепатит у детей. И вот за годы моей работы, наблюдения, 67% случаев диагностики хронического гепатита у детей – это случайности. То есть вот их обследовали по какому-то поводу, брали маркеры гепатита и случайно нашли. Ещё 17% – это те, кто по контакту. Ну вот в семье у брата или у сестры есть, его обследуют по контакту. Спасибо большое. Буквально через 2 минуты мы продолжим говорить про гепатит, про то, как его распознать, и можно ли распознать его на ранних стадиях, и про то, наверное, как часто нужно обследоваться, как важно это делать, чтобы вдруг, если это заболевание есть, его найти. Оставайтесь, скоро вернёмся. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир в нашей студии доктор медицинских наук, профессор Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, врач-инфекционист Татьяна Дмитриева. Мы говорим про гепатит. В первом блоке мы рассказали о том, что заболевания сейчас, его достаточно мало по сравнению с прошлым веком, и слава богу, что у нас… Острого гепатита. Да, острого гепатита. Но, тем не менее, я узнала, что… Может быть, кто-то из зрителей тоже узнал, не знал, что хроническая форма гепатита может протекать абсолютно скрытно и для самого носителя гепатита, и даже для врачей, если не сделать какой-то анализ, не сдать анализ и конкретно не пойти провериться. Ну, бежать, наверное, всем проверяться не надо, но если ты чувствуешь, что ты давно не сдавал этот анализ, наверное, стоит это сделать. И вот у нас ведь по городу часто есть выездные такие медицинские фургончики, которые приглашают, чтобы протестировать человека, сдать кровь на ВИЧ и на гепатит С, именно С. Но взрослое население. Я думала, что дети вообще гепатитом С не болеют. Оказывается, и дети от этого не застрахованы. Как и не застрахованы взрослые от заболевания гепатитом А. Я даже не знала, что все эти формы не имеют возрастной какой-то категории. Спасибо за информацию. Обращайтесь. Ну что, по поводу того, кому надо обследоваться. Во-первых, есть группы риска. Это люди с хроническими заболеваниями определенными. Им обязательно рекомендуется. Это делает врач, рекомендует их обследовать и назначают этим обследование. Это члены семьи человека, у которого есть хронический гепатит. И если в вашей семье были случаи цирроза или рака печени, то обязательно надо обследоваться, нет ли среди вашей семьи больных хроническим гепатитом. Всех членов семьи. И детей, и взрослых, всех. Ну и если у вас есть такая возможность вот так вот неожиданно, спонтанно сдать анализы на гепатиты, то отказываться не надо, если вам это предлагают. Потому что это может быть сюрпризом, да, неприятным, но лучше узнать об этом раньше. Чем раньше узнаешь, тем лучше шансы на дальнейшее благополучное течение этого процесса. А вот если человек переболел гепатитом, я знаю, что кровь ему потом, даже если он вылечился, даже если это безобидный считается гепатит А, кровь ему потом нельзя, то есть донором он быть не сможет. Значит, заражение у него в крови остаётся навсегда? А риск, минимальный риск есть. Минимальный риск существует. Если он сдаст кровь, заразить того человека, кому он сдаёт? Есть минимальный риск, что он является носителем. И поэтому брать у него кровь, это рисковать тем, что он сможет кого-то заразить. И если с его кровью соприкасается какой-то другой человек, он может также передать? Ну, при переливании, да. А если речь идёт о половом контакте с таким человеком? Да, я же сказала, о всех биологических жидкостях организма. Даже если он переболел в детстве, он там вылечился, и он сам... Ну, гепатит А так не передаётся. Так передаётся только парантеральные гепатиты. В, С, дельта. А если вот эти вот В, С и дельта, если человек пролечился, у него всё равно остаётся, вот он пролечился, ему сказали, ты вылечился от гепатита, но он потом может заразить другого человека? Не болеешься? Нет, понимаете, медицина, наука не точная. Никто никогда на 100% вам гарантии не даст. Потому что все наши заключения основаны на лабораторной диагностике. Всегда есть определённый допуск достоверности. 100% гарантии нет, поэтому доноров и не бывает тех, кто переболел. Даже он выздоровел, вот как бы, да? Но всё равно на всякий случай кровь у них не берут. Но надо различать гепатиты В и С. Это два принципиально разных способа. Нет, способы заражения, одни и те же. Риски разные. Для гепатита В считается так. Если в семье есть хронический больной с гепатитом В, через 5 лет заболеют все члены семьи. Вот настолько высокая контагиозность. Вирус сохраняется, например, в слюне. Он сохраняется в течение двух недель. Чтобы его убить, надо кипятить 45 минут или на 2 часа замачивать в 10% растворе хлорки. И то не гарантия. И вот, например, пришёл к вам в гости человек, который и сам-то не знает, что он болеет. И вы не знаете. Он пил чай с чашки. Вы её помыли. На этой чашке 2 недели будет сохраняться вирус. Даже помыть с мылом, если чашку хорошо с водой. Кипятить 45 минут, и то не гарантия. Надо же. Потом кто-то берёт эту чашку. Если у него, например, слизистая рта, есть трещина или царапина, вирус попал, и теоретически он может заразиться. Это чрезвычайно заразное заболевание гепатит В. Но у него есть ещё две неприятные особенности. Это то, что он практически... Ну, очень мало шансов на полное выздоровление, даже при очень массивной терапии. Очень низкие шансы на полное выздоровление. И то, что есть возможность присоединения гепатита Дельта, который сам по себе не бывает. Бывает только вместе с гепатитом В. Но если у вас гепатит В, то наслоение Дельта резко ухудшает ваш прогноз. Но есть и хорошая новость. Есть вакцина против гепатита В. И она чрезвычайно актуальна. И очень эффективна. Это как раз к вопросу о профилактике гепатита. Да. У гепатита С история другая. Он не настолько заразен. Он на поверхности выживает только в течение 12 минут. Есть определенные статистические цифры. Например, в семье при контакте между супругами, это постоянный половой контакт, шансы заразиться 7% при многолетнем контакте. У детей. Вот женщина рожает в остром периоде с гепатитом С, рожает ребенка. Шансы, что ребенка будет хронической гепатитой С, 2%. То есть заразность неизмеримо ниже. И это очень хорошо. И еще очень хорошо то, что мы сейчас умеем лечить гепатит С. Есть эффективные препараты, которые дают эффективность более 80%. То есть 80% шансы, что наступит из лечения. Это очень хорошо. Но плохо то, что заболевание, как я сказала, хроническое протекает крайне низко, с низкой клинической активностью. И диагностировать в ранние сроки очень сложно. Это надо прямо искать специально. И чем дольше протекает заболевание, тем меньше шансов на выздоровление. И еще вторая плохая новость. Нет вакцины против гепатита С. Какие симптомы может навести на мысль, что у вас хронический гепатит? Повышенная утомляемость, слабость, недомогание. Но что такое повышенная утомляемость? Я имею дело с детьми, поэтому я про детей буду говорить. Мама приходит иногда и говорит, ой, он у меня такой слабенький, такой прямо весь утомляемый. Он учится с восьми, то есть с первой смены. Я его спрашиваю, когда ты домой приходишь? Он приходит в восемь вечера. У него с восьми школа, потом у него куча всяких дополнительных занятий. Он еще дома приходит, бедные уроки делает, и мама жалуется. Он такой слабенький у него, он такой утомляемый. А у ребенка, кстати, вот о том, о ком я говорю конкретно, у него хронический гепатит. И его нагружают, как ломовую лошадь. Он не выдерживает. Так родители не знают, что у него... Знают, но они считают, что ребенок должен делать карьеру, чтобы быть успешным в этой жизни. Ну вот лечите, доктор, лечите. Но тут проблема еще вот в чем. Как распознать вот эту повышенную утомляемость, да? Ну вот школа — это тяжелый труд. И дети, естественно, после школы устают. Это нормально, усталость после уроков. Но вот как, что делает ребенок после того, как приходит из школы? Вот свое детство вспомните. Если у кого дети есть, и были дети, да, в таком возрасте. Ну вспомните, он ляжет спать, школьник, днем? Да никогда. Здоровый ребенок — никогда. В наше время они бежали на улицу играть в футбол, или к подружкам куда-то бежали. Висят в телефоне, на компьютере. Но спать они не будут. А вот дети с хронической интоксикацией, мама говорит, что вот он приходит из школы, он даже не раздевается, он падает и засыпает. Вот это хроническая интоксикация, приводящая к повышенной утомляемости. Периодически появляющиеся носовые кровотечения. Не в жару, не связанные с физическими нагрузками, как правило, рано утром или ночью, скудные небольшие носовые кровотечения. Ну вот, собственно, все. Вот эти вот маленькие, незначительные, такие вот небросающиеся в глаза клинические признаки, которые сложно распознать, если специально не искать. Поэтому выход из положения — это скрининг. Скрининг на маркеры гепатита. Вот я должна сказать, что в Минздраве принят приказ, это огромное достижение, о скрининге на маркеры гепатита всех госпитализированных детей. Вот куда бы они ни поступили в какое детское медицинское учреждение, по любому поводу у них будут брать маркеры на гепатит B и C. Тогда уже точно будет понятно, болен ребенок или нет. Активный поиск. Поскольку жалоб нет, поскольку нет клинических признаков, как их найти? Лечить детей — это самый высокий шанс на выздоровление. У них же стаж болезни маленький, они просто не живут столько. Заболевание хронических гепатит C десятилетиями тянется. А у них просто маленький шанс, то есть маленький стаж заболевания, поэтому высокий шанс на эффективность лечения. Поэтому надо искать как можно скорее найти и побыстрее пытаться лечить. Вот про печень говорят, гепатит C поливания печени, что печень, она может же единственные органы в организме, которые полностью могут восстановиться, обновиться. Так это? Это да. Печень действительно обладает огромной регенераторной, то есть восстановительной способностью. При операции на печени допустимо оставить всего 30%. И она возьмёт на себя 100% функции. Поэтому так долго печень сопротивляется, поэтому так долго печень изо всех сил компенсирует все те потери, которые вирус ей наносит. И так трудно узнать об этом заболевании. И поэтому организм не чувствует это, потому что печень изо всех сил восстанавливается. И вот когда у неё уже ресурсы кончаются, вот тогда человек начинает чувствовать проблемы. А это говорит о том, что это уже очень долгие годы прошли. Поэтому надо в основном ориентироваться. Всё-таки правильная тактика – это активный поиск больных. Тогда сейчас, когда принят уже такой закон, такой приказ Минздрава, тогда родители сейчас уже могут сильно не волноваться, если ребёнок куда-то попадает какой-то... Ему должны взять маркёры гепатита на гепатит Б и С. А если ребёнок, слава богу, здоров и не попадает, родители сами могут прийти и на этот скрининг как-то попасть? Ну, этого скрининга, вот такого как бы массово бесплатного нет, но вы всегда можете обратиться в любую лабораторию платную, и вам там за небольшие деньги сделают этот скрининг. Вы можете обратиться к своему участковому врачу, если в поликлинику. Если он... Ну, состояние ребёнка, ну, как-то можно связать с заболеванием печени, он может назначить этот скрининг. А взрослым тогда иметь возможность, для себя какую-то возможность, вернее, разрешить идти и проверяться, сколько раз нужно в год, или во сколько лет хотя бы провериться один раз, и насколько это будет точно понятно, есть у тебя или нет гепатита? Ну, с моей точки зрения, раз в год проверяться, вот из групп риска раз в год провериться надо. Насколько это достоверная информация? Ещё раз повторяю, никогда на 100% не бывает абсолютно доказательно. Но сейчас у нас тест-системы, которые эффективны, ну, 60-70-80% эффективности. Спасибо. Мы сейчас снова прерываемся на короткую рекламу, и затем ждём вас опять в нашей студии, и продолжим говорить про то, как уберечь себя от такого заболевания, как ипогит себя и своих детей. Дорогие друзья, мы продолжаем разговор про гепатит, про то, как от него уберечься, и самым главным средством является вакцинация. Об этом я попрошу сейчас рассказать подробнее доктора медицинских наук, профессора Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, врача-инфекциониста Татьяну Дмитриеву. На сегодня у нас в студии. Татьяна Геннадьевна, пожалуйста, расскажите, как проходит вакцинация? Вакцинация возможна и для детей, и для взрослых. И может ли, например, человек, который не знает вдруг, что у него есть гепатит, пойти сделать эту вакцину и сделать себе ещё хуже? Ну нет, хуже он себе уже не сделает в любом случае. Значит, вакцинация существует против гепатита А и гепатита Б. Против гепатита А вакцина не входит в обязательную вакцинацию в национальный календарь прививок. Гепатит Б. С 2000 года у нас введен в календарь прививок вакцина против гепатита Б у новорожденных и 13-летних. С 2013 года осталось только у новорожденных. И вот картинка, которая сейчас у нас на экране, на ней очень хорошо видно. Вот столбики – это число случаев гепатита, а линия – это процент вакцинированных. Вот чёткая зависимость. Как шла вакцинация и как у нас исчезли случаи острого гепатита Б. Это речь идёт о гепатите Б. Вот ситуация с гепатитом Б – это история успеха вакцинации. В каком-то году там прям совсем исчезла. Ну, фактически с 2014 года у нас единичные случаи. Просто поскольку я занимаюсь хроническими гепатитами, я могу сказать, что с 2000 года я работаю с этими больными. И вот до 2014 года у меня общая диспансерная группа была 1800 человек. Из них приблизительно 300 был гепатит С, а 1500 – это был гепатит Б. На сегодняшний день в моей диспансерной группе трое детей с хроническим гепатитом Б. Почему? Понятно, что они не выздоровели этим, вот те мои пациенты. Они просто стали взрослыми. Они выросли и ушли во взрослую службу. А новых случаев хронического гепатита Б не возникает, потому что дети, 90 с лишним процентов, вакцинированы от гепатита Б. И это надежнейшая защита. И если в семье есть больной хроническим гепатитом Б, единственная защита всех членов семьи – это вакцинация. Других способов защититься нет. Абсолютно никаких. Вот когда мы делаем, сейчас мы вообще все акцентированы на прививке от гриппа после нашей пандемии. Если, допустим, делаешь прививку от гриппа или от коронавируса, ты все равно как бы немножечко заболеваешь этим заболеванием. А можно ли так сказать про прививку от гепатита, что как будто ты немножко заболел гепатитом, а потом ты уже защищен? Ну, от гриппа – это тоже не гриппом вы заболеваете. Это у вас просто иммунная реакция, которая создает вам иммунитет, защищает вас. Это просто проявление иммунной реакции. Вакцина от гепатита Б почти не реактогенная. Это просто единичные случаи описаны, когда там какое-то небольшое недомогание возникает. Заразиться гепатитом Б от вакцины даже теоретически невозможно, потому что вирус не содержится в вакцине. В вакцине содержится генноинженерно созданный, искусственно созданный HBS-антиген. Ну, наверное, все слышали выражение «австралийский антиген». Вот это поверхностный антиген вируса гепатита Б, антитела к которому надежно защищают организм от заражения этим заболеванием. Поэтому вакцина от гепатита Б – это проверенный, эффективный способ. Я вот просто сама с этим работаю, поэтому я могу однозначно это утверждать. Сейчас у нас у детей хронического гепатита Б практически нет. Это единичные случаи, те по каким-то причинам ребёнок не был вакцинирован и встретился. Не просто же он не вакцинирован, он ещё и встретился с этой инфекцией. И вот так ему не повезло. И вот на сегодняшний день у меня трое таких пациентов наблюдается. – Вы сказали, что прививка существует от гепатита Б и А, да? – Да, от гепатита А тоже есть прививка. – А взрослому человеку нужно тоже поставить две прививки, и ребёнку нужно две прививки, и с каким интервалом они ставятся? – Значит, гепатит Б делается новорожденным. Сейчас он делается новорожденным, потом ревакцинация в декретированные сроки в детском возрасте. Это сделают в детском саду, это сделают в школе, это сделают в детских учреждениях. Поликлиника за этим следит. Взрослые могут вакцинироваться в любое время от гепатита Б, тогда, когда он считает, что ему это необходимо. Гепатит А. Вакцина существует. Значит, вакцина делается двухкратно с интервалом в полгода. И если однократно сделана вакцина, она защищает приблизительно где-то на 10-12 месяцев. Если она сделана двукратно, она защищает на 10 лет. Затем надо вакцинацию повторять. Кого надо вакцинировать от гепатита А? Поскольку это не является обязательной вакциной, она входит, у нас региональный календарь прививок, но не массово проводится вакцинация, не всеобщая. Кому надо? Значит, детям перед школой, потому что там контакт сразу, большой контакт с различными, ну, разными детьми, и вырастает риск вакцинации. Может быть, кто-то слышал, что было у нас время, когда требовали перед школой детей вакцинировать от гепатита А. Требовать этого права не имели, но логика была правильная. Именно перед школой надо это делать. И это надо делать, что такое школа, первый класс? Это вновь образуемый коллектив. Таким же вновь образуемым коллективом является армия, казарма и абитуриенты, которые из разных мест собираются все в одном месте. В учебном помещении, в общежитии. Вот это категории, которые нуждаются в вакцинации. Но это группа риска. Но вообще-то любому человеку, а сейчас вот ситуация с гепатитом А у нас такова, что у нас больше взрослые болеют. И поэтому вот эти так называемые детские инфекции, которые на самом деле детскими не являются, но те инфекции, которые, если ребенок переболел в детстве, он больше никогда не болеет, чем старше возраст, когда он болеет, тем тяжелее протекают. Поэтому вот если вы не болели, ваш ребенок не болел в детском возрасте гепатитом А, вот когда он будет молодым человеком, лучше его вакцинировать. Вот его защищать надо молодых взрослых. Раз в 10 лет? Раз в 10 лет, да. А от гепатита В? Гепатита В, там несколько вакцин разных, и у них разные сроки ревакцинации. Это когда уже ты придешь, тебе расскажут, ты можешь выбрать? Вакцина, да, какая вакцина будет выбрана, вам скажут, когда будет делаться ревакцинация. Но вот, к сожалению... А она один раз в жизни ставится, или тоже 10 лет? Нет, нет, там разные ревакцинации, это повторные, это вот разные сроки, там есть разных вакцин. К сожалению, это мы за детьми следим, в детском саду, в школе, чтобы все вакцины были вовремя поставлены. А в взрослой службе взрослый человек обязан сам об этом думать. Поэтому, если вы забочены этим, вы сделали себе вакцину, ну, как-то сделайте себе какую-то пометку, когда вам нужно делать ревакцинацию. Вы наверняка врачи, это тоже люди, которые в группе риска, потому что вы общаетесь с теми людьми, которые являются носителями этого заболевания. Вы сами как себя уберегаете? Вакцинация. А как еще? У нас просто на работу не возьмут, если не вакцинирован. В детскую инфекционную стационар на работу не возьмут без вакцинации. Все-таки давайте еще раз напомним нашим слушателям и зрителям о мерах предосторожности. Это вот гигиена, да, должны быть всегда... Все-таки, когда ты садишься хотя бы за стол, да, или выходишь из туалетной комнаты, должны быть помыты. Ну и заходишь туда, тоже должны быть помыты, я думаю, руки. И своя кружка, оказывается, как это важно. Такие обычные вещи, которые иногда мы действительно забываем или игнорируем, или так считаем, что ничего страшного. При энтеральных гепатитах и гепатита А – это обычная профилактика кишечных инфекций. Это санитарные гигиенические меры. Ну и если есть возможность, то сделать вакцину от гепатита А. А вот парантеральные гепатиты, кроме как обследовать, ну как бы знать, с кем вы общаетесь, вот при гепатите С, большое значение имеет, есть в вашем окружении эти люди или нет. Для гепатита Б только вакцинация, других способов нет. Ну и гепатита, если ты в детстве переболел, то ты можешь выдохнуть. Да. Ты уже точно не заболеешь второй раз. Кто переболел гепатитом, а второй раз заболеть не может. Это иммунитет на всю жизнь. А может такое быть, что, например, человек не знал о хронической форме гепатита, и у него как следствие этого рак печени. Да. Вот к чему может привести еще. Хронический гепатит в своем течении, нелеченный гепатит, он может привести к циррозу и раку. Но тут я должна оговориться. В интернете, у нас сейчас же вся информация идет из интернета, очень много недостоверной информации. Скажем так, неправильно расставлены акценты. Там очень часто всякие страшилки, пугалки. Родители это читают, и они в ужас приходят, когда узнают, что у их ребенка хронический гепатит. Да, сейчас у нас циррозы и раки очень подавляющее большинство это вирус-ассоциированные заболевания. Это так. Но далеко не каждый больной с хроническим гепатитом заболеванию закончится циррозом или раком. Для гепатита Б это где-то 25% перейдут с цирроз и рак. Нелеченных. При гепатите С около 30%. Тоже нелеченных. Ну вот, это вот такой шанс у вас. 30% получить такое страшное осложнение, если у вас хроническое заболевание. Да, хронический гепатит С. Ну, значит, конечно, не каждый. Хронический и нелеченный, потому что он же бывает хронический, который пролечился. Да, потому что гепатит С можно лечить. Его можно лечить и лечить эффективно. Поэтому лучше всё-таки не засовывать голову в песок и прятаться от проблемы, а узнать о своей проблеме, попытаться её решить. Для этого нужно детей, если ваш ребёнок не прошёл скрининг в каком-то медицинском учреждении, самому привезти в лабораторию и сдать анализы. Да, это можно. Если ваш ребёнок утомляется, если он... Что-то вас беспокоит, то можно проверить. Да, кровотечение, например, с утра из носа, да. Ну, а взрослым людям просто пойти сдать анализы или пойти привиться от того вида гепатита, который, возможно, может в организм прийти, да. Спасибо большое, Татьяна Геннадьевна, что вы сегодня рассказали столько много полезного и интересного, я уверена, и для меня, и для наших слушателей и зрителей. Всех благодарю за внимание. Напомню, что в нашей студии сегодня гостила Татьяна Дмитриева, доктор медицинских наук, профессор медицинского института Северо-Восточного Федерального университета врач-инфекционист. Всем спасибо за внимание. Будьте здоровы. Всем хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok